Зной, дождь, ветер. В любую погоду паломники разного возраста со всех уголков мира идут крестным ходом к святым местам от нескольких часов до многих месяцев. Василий Кухарь – постоянный организатор и участник крестных ходов из Ленинградской области. В 2019 году состоялся крестоход, соединяющий земли православного мира во многих странах Европы и Азии, земли исторических Российской и Византийской империй. 19-й год – это война уже на Донбассе. И помощь Донбассу, и вот была такая мысль дойти до Киева, помолиться о том, чтобы прекратилась эта война. И вот 19-й год мы пошли с ними вместе. И в 19-м году был очень первый большой маршрут. Мы прошли всю Россию, вернулись в Петербург, проехали в Белоруссию. В Белоруссии встретились с польским крестным ходом. Поляки тоже православные, восточная Польша православная. Они шли крестным ходом в Почаевскую лавру. Мы прошли по Белоруссии пять дней, зашли на Украину и несли крест на плечах. А потом проехали еще дальше, в Европу. Потом из Греции проехали еще и Турцию, Кипр, Грузию. Вернулись обратно, обошли юг России. Сейчас проходит крестный ход, который посвящен празднованию в следующем году 600-летия явления Животворящего Креста Господня. Это деревянное распятие византийского происхождения чудесным образом появилось в 1423 году на глухом болоте у села Гаденово Ярославской области. По преданию, оно было небом принесено и явлено с греческой стороны. Интересно, что Животворящий Крест явился день в день за 30 лет до падения Константинополя, столицы православного мира. И стал указанием на то, что теперь на Святую Русь возлагается миссия быть хранительницей православной веры. 22-й год. Начали опять из Магадана, дошли до Алтая. С Алтая зашли в Среднюю Азию, в Казахстан. Прошли Казахстан, Киргизию, затем Узбекистан, Таджикистан. И сейчас мои братья вернулись в Казахстан, ждут меня. Я должен туда 1 ноября вылететь и продолжим, надеясь, что мы закончим в этом году объезд тех республик, которые были тогда в составе Советского Союза, а еще раньше в составе Российской империи. То есть осталось Закавказье и Молдова. И тогда мы обойдем кольцо Большой империи Российской с молитвой. В августе Животворящий Крест Господня был принесен в Минск. Столичные верующие могли поклониться святыне, после чего продолжился крестный ход по Беларуси. Насколько белорусский народ чтит православие, память, как нас принимали, со слезами на глазах, когда мы несли крест и иконы, белорусы несли иконы настолько бережно. В России уже не такая пламенная вера, как в Беларуси. В Беларуси нас встречали, например, мы подходим к какому-то городу, в деревне. Люди выходят встречать навстречу, но половина населения, наверное, выходила встречать этот крестный ход, потому что он большой, традиционный. И насколько живые люди трогали сердца. Отмечаемое в следующем году 600-летие явление Годеновского креста почти совпадает с тысячетридцатилетием христианства на Беларуси. Поэтому соединили две святыни – Годеновский крест и жировическую икону Богородицы. Каролина Проковьева, Агентство Минск Новости.